Дерматология, иммунология, психология. Знания из данных областей необходимы пластическому хирургу. В этом уверены участники научной конференции, посвященной современным трендам в сфере эстетической медицины. Студенты профильных вузов изучают, в числе прочего, вопросы полноценной реконструкции частей тела после серьёзных травм и заболеваний. По словам специалистов, здесь особенно актуально использование искусственного интеллекта. Мы можем смоделировать с помощью 3D-печати необходимый размер импланта. Мы можем правильно выбрать хирургическую технику для отдельно взятого пациента с точки зрения его анатомической структуры внешности. И практически безошибочно после операции сохранить естественный его внешний вид. Для отечественных хирургов полезен и опыт партнёров по БРИКС. К примеру, Китая, считают эксперты. Другая культура, другие эстетические предпочтения. Соответственно, иные методики и технологии. Способствует обмену компетенциями межуниверситетское партнёрство. Сотрудничество даёт возможность знать о некоторых новых направлениях, новых технологиях в других странах. Это всё равно помогает в итоге людям, которые нуждаются в этом лечении. Когда мы сотрудничаем с другими нашими коллегами из других университетов мира, из других стран, то, по чёрке, это не только на благо одной какой-то конкретной страны. Это всегда на благо миллионов людей по всему миру. Потому что болезни, они примерно одинаковые. А когда красота, она тоже требует каких-то технологических подходов. Важность международных проектов при активном взаимодействии учёных и медиков подчеркнули и представители бизнеса. Синергия, науки и промышленности. Но, пожалуй, самое главное – это то, что получает пациент. На сегодняшний день пациент получает как раз из этой синергии, из этого сотрудничества, новые препараты, передовые препараты. Научное сотрудничество для нас очень актуально. Сегодня мы представлены в 30 странах мира, в том числе и в странах-участниках БРИКС. И являемся не только технологическим лидером, но и активно развиваем научную экспертизу и научное сотрудничество. Но не только россияне отметили интенсивное развитие межгосударственного сотрудничества. Студент из недавно вступившего в БРИКС Египта высоко оценивает партнёрство двух стран в здравоохранении. В периоде эпидемии COVID-19, именно российская вакцина, помогала Египту избежать серьёзных распространённых инфекций среди египтян. В настоящем стране договорились о развитии сотрудничества по проектам совместной разработки и производства радиофармацевтических препаратов и проведения доклинических и клинических исследований, вывод и регистрация разработанных продуктов в рынок Египта. Иностранные участники конференции охотно делились с коллегами своими разработками. Так, новый подход к лечению заболевания ногтевой пластины представил аспирант из Ордании. А навыки, полученные в России, он планирует применять на родине. Мы очень рады взаимодействовать, что можем взаимодействовать и набираться опыта в этой сфере, сфере науки. В Ордании у нас очень высокий тоже уровень медицины. Мы всегда рады новым знаниям и методикам, которые мы можем поделиться внутри нашей страны. Конференция была проведена в российской столице в пятый раз и собрала десятки специалистов разного медицинского профиля. Международная сеть ТВ БРИКС стала генеральным информационным партнером мероприятия.